К нам в город Тобольск на пароходе Николай приехал в Цесаревич, пока еще будущий император Николай II. Образовательное пространство вне стен школ и университетов. Новый тренд обучения. В этом убеждены представители Горчаковского лицея МГИМО. Изучив достопримечательности и интересные места Тобольска, они поняли, доносить информацию до учеников здесь можно по-другому. Такое обучение – часть образовательной программы «Ренессанс педагогики» в пространстве больших понятий. Педагоги пришли и участвовали, увидели, наверное, по-другому, как пространство дворца-наместника можно использовать в образовательном пространстве. Экспонат музея может стать источником информации по любому периоду истории педагогики. Московские гости обучили 70 педагогов из Тобольского, Гайского, Уватского и Тобольского районов. Творческую встречу и обмен опытом для них провел директор Горчаковского лицея МГИМО. Опыт в Тобольских и шире тюменских учителей, он, во-первых, объективно понятен, потому что Тюменская область – это область, которая рождает победителей, я имею в виду детей, победителей Олимпиады, детей, которые успешны потом в своем жизненном плане. Илья Сергеевич сегодня по-новому показал, как можно выстроить управленческий процесс. Это для меня, как для управленца. Был интересен подход к организации вообще в целом образовательного процесса, тоже того же кураторства, классного руководства, как у них закреплено. Встреча прошла в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства. Здесь преподаватели определяют точки роста и выстраивают индивидуальные образовательные маршруты. Центр сотрудничает и с компанией «Сибур». Коллеги нам говорят, что у нас есть определенное госзадание, нам нужно отучить вот столько-то учителей, повысить квалификацию. Мы говорим, здорово, если там будут физики, математики и химики, мы готовы вложиться нашим ресурсам. В школах Тобульска сейчас работает более 800 педагогов, и их число продолжает расти. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобульское время. Продолжение следует...